Рекомендации по техническому обслуживанию раскроечных центров СОУТЕК Уважаемые друзья, представляем вашему вниманию рекомендации по техническому обслуживанию раскроечных центров СОУТЕК. Подробный перечень вопросов сервисного обслуживания вы можете найти в инструкции по эксплуатации, а также на компьютере оборудования в разделе «Технический уход». Мы же остановимся на основных. Обращаем ваше внимание, что все работы по обслуживанию должны проводиться обученным персоналом с соблюдением мер безопасности. Полностью выключайте оборудование при каждом его обслуживании. Стол станка. Проверяйте щель пильного полотна один раз в три месяца. Она должна составлять не более 6 мм. Если расстояние между накладками больше 6 мм, требуется их замена. Важно! Замену должен производить сертифицированный специалист. Помните, минимальный размер прирезки составляет 8 мм. Пильная каретка. А. При каждой замене пильного полотна протирайте посадочные поверхности фланцев. Это простое мероприятие увеличивает качество выпускаемой продукции, стойкость инструмента и срок службы шпинделей станка. Ежемесячно проверяйте состояние защитных скребков. Они препятствуют попаданию пыли и мелких обрезков между роликами и направляющими. Если скребок изношен, замените его. Внимание! Своевременная замена скребков значительно продлевает срок службы направляющих и роликов. Рекомендуем иметь в запасе два комплекта скребков. Прижимная балка. Постоянно следите за состоянием плоского профиля на нижней части балки. Своевременно производите его замену не реже одного раза в три месяца. Это поможет вам избежать сколов, а иногда и выровав при выходе пильного полотна из материала. Программный толкатель. Не реже одного раза в месяц проверяйте состояние защитных скребков. Своевременно производите их замену. Они препятствуют попаданию грязи и пыли на опорные ролики программного толкателя. Важно! Из-за износа скребков значительно сокращается срок службы подшипников и опорных роликов. Возрастает нагрузка на мотор-редуктор программного толкателя. Зажимные захваты. Не реже одного раза в месяц проверяйте уровень зажимных захватов. Для этого в режиме «Фиксированная позиция» вызовите программный толкатель на линию реза. С помощью угольника и измерительного щупа 0,1 мм проверьте фактический зазор между столом станка и пальцами зажимных цанг. Зажимные захваты без подъемного элемента должны быть выше уровня стола на 0,1 мм. Зажимные захваты с подъемным элементом ниже уровня стола на 0,1 мм. При необходимости отрегулируйте зазор. Важно! Отсутствие необходимого зазора может привести к развороту деталей во время работы, а также к столкновению зажимного захвата со столом станка. Чистка станка. Чистку станины станка производите не реже одного раза в неделю. Выключите станок, снимите защитные кожухи и произведите чистку. Особое внимание обращайте на чистоту кабельной цепи. Важно! Для чистки станины станка следует использовать промышленный пылесос. Смазка станка. Производите смазку станка каждые 2500 часов его работы или раз в год. Используйте только оригинальные инструменты и рекомендованные заводом смазочные материалы. Консистентная смазка номер 4-017-02-0035, смазочный шприц номер 4-014-07-01-38, шланг высокого давления 4-014-07-0043. Процесс смазки включает в себя следующие действия. Очистить смазочный ниппель. Установить смазочный шприц на смазочный ниппель. Запрессовать консистентную смазку до тех пор, пока она не начнет выступать из уплотнений. Удалить выступившую консистентную смазку мягкой чистой ветошью. Произведите смазку всех точек. Пильной каретки, прижимной балки, остальных элементов, указанных в инструкции. Надеемся, наши рекомендации позволят долго и надежно эксплуатировать оборудование ХОМАК. По дополнительным вопросам, а также по вопросам поставки запчастей и сервисного обслуживания оборудования, обращайтесь в сервисную службу ХОМАК Русланд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok